Всем привет, друзья! Меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Чеггеряут, а это реакция на новый сериал «240 часов». Не знаю, что такое, не смотрел трейлер, вообще без понятия, но какой-то новый сериал от создателей Замбетов, ГГ-шоу и так далее. Посмотрим. Замбеты мне не очень зашли, ГГ-шоу были неплохие выпуски. Вот, но второй сезон там тоже был очень слабый. Короче, «240 часов», тут есть один главный персонаж, ну, то есть, которого я знаю. Он играет, видимо, полицейского, судя по фотке, и мне кажется, он будет тащить, потому что он хорошо играет. Мы его видели в «Пацанских историях» и в ГГ-шоу. Короче, давайте смотреть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! А вот и наша «Принцесса». Субтитры подогнал «Симон»! 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 А завтра у тебя будет кто-нибудь из блогеров? Ну, если ты придешь, будет. Все нормально? Конечно. Как вам чай? Прекрасно. Ты здесь? Лена! Несись, блядь! Давай, подрепадай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Давай быстрей уже, а! Пап, я не знаю, что нужно! Дальше! Скоро, старше! Это жена! Дай ему батуро! А? Куда ставить? Куда ставить? Все, давай, давай, давай! Чего, как она? Как ты спросила, уже лучше стала ей. Ты понимаешь, что ты творишь, да? Пап, я не знала, что ты умеешь! А если бы она умерла, что тогда? Я же не знала, я хотела бранкануться! Эй, какой пранк, а? Мне твои пранки и шмаки достали уже, чтобы завтра утром извинилась перед ней. Поняла меня? Поняла. Пранк. Окей, ну-ка, сэр. Я тебя не предам. Диана, ты объясни, у тебя что такое лицо, как будто ты дедушка? Что случилось? Или ты думала, что здесь шопинг, может, или что-то такое? Ну, тебе бы он дочь не помешал. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям шан в сердце шутка, да? Только ты знаешь, что забыла, Дианочка? Здесь я головный, а ты на отработках. Я решаю, поставить тебе галочку или не поставить. Хорошо? Поэтому добро пожаловать в самый лучший мир, где нет негатива и плохой ауры. Пойдем-ка. Ну, тащит, просто тащит, чувак. Ёлтва. Ну, это я понимаю, запах плохой ауры. Я не могу понять, все-таки, как будто весь сяло, так ищет, справедливо. Ладно, короче, с материалом знакомьтесь. У вас 4 часа, через 4 часа я подведу, хорошо? Хорошо. Алло. Через час могу приехать. Ну, это чисто задание подкидывал, ладно? Алло, выхожу, выхожу. Как ты, моя родная? Вот это вот все? Жесть, это как так надо было. Вы реально собираетесь мыть говно? У тебя другие варианты есть. Мыть говно точно не варя. Я пойду с ним пообщаюсь. Ты что, не заплатил, что ли? Нифига вам, блин. Жан, дуэс. Сейчас, Жан, я перезвоню, ладно? Работа. Я тебя. Давай, давай. Чего хотела? Я хотела с тобой договориться. О чем? Ну, так у вас, приятно. У нас, если у ментов, или конкретно у нас у Фонратов? Жан, дуэс, что ты тупишь? Мой папа влиятельный человек. Я уверена, что-нибудь сможет сделать. Ты что-нибудь хочешь? Ну, вот так. Ну, вот здесь, короче, женщина есть, у меня здесь за поворотом одна. Да, манты топовые у нее. Пять штук с тыквой. Четко будет. Все? Да что ты? Это уже не конкретный мент какой-то. Понимаешь, я взяточек тот еще. Я просто хочу, чтобы ты думал. Исцелилась ты. Понимаешь? А исцеление придет только тогда, когда вода туалет чистым станет. Поэтому давай, на работу. Как говорится, копсус, богсус. И как бы в тему было, да? Ладно, давай мне серьезный разговор. Привет, мои хорошие. Вчера с ней пранк немножко вышел из-под контроля. А так получилось даже интереснее. Триста восемьдесят человек смотрит. Чтоб вы понимали. Чтоб вы понимали, она мне не мать. Это просто отцовская содержанка, пока что он ничего не понимает. И я не хочу, чтобы ей жизнедом казалось. Потом будет еще интереснее. Следите за продолжением. Пока-пока. Какая ты больная девчонка. Где она? Доброе утро, пап. Доброе. Хотел сказать тебе, что Алиэна тебе не сердится. Класс. Подожди. Неплохо. Подожди, пожалуйста. Она ее чуть не убила. Доброе утро. Дина. Я знаю, что тебе тяжело, как и мне сейчас. И знаю, что она тебе не заменит маму. Постарайся ее принять. Прошу тебя. И хотел поставить тебе известность, что мы с Алией наконец-то хотим съехаться. Что? В общем, она сдохла вчера. Пошли вы! Роза! Что? Ты был не прав. Минка, честно оказалась? Слушай, что ты ходишь туда-сюда? Быстро все отмывай и мывай. Тебе сюда. Самое... Я не буду это мыть. Это точно человек сделал. Так, ребята, давайте Суллифа, кто будет мыть эту кабинку. Что там происходило? Суллифа. Суллифа. Давайте до снах побед. Удачи. Добрый. 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 Ну так, а за что вы вообще сюда попали? Я помог другу списать на экзамене. Умышленный неправомерный доступ к охраняемой законной информации взлом государственного сайта Министерства образования обвиняемый приговорится к 240-ка часам общественных работ. Нормально. На важном экзамене. За такую фигню? Да я просто платье одолжил. Мелкое ощущение чужого имущества обвиняемая приговорится к 240-ка часам общественных работ. А я на метану орал. Теперь я здесь. Взбиение сотрудника полиции при исполнении обвиняемый приговорится к 240-ка часам общественных работ. Ты-то че? Взбиение? Ну так. Пранканула одну стерву. Я это просто точно не оставлю. У нее открыть салон сегодня. Можно летим туда? Да, давай. Да, классно. Не, без меня. У меня тренинг сегодня. Мы и знаем, какие под насрать. Алло, я хочу сообщить о готовности ракте в салоне Белуччи через 10 минут. Я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли поддержать меня в такой волнительный день. все меня сломал. Кто хозяин салона? Еще раз спрашиваю, кто хозяин салона? Так, молодежь, а ну-ка, быстро собрались. Я понимаю, кому нравится убирать, но чуть-чуть быстрее можно это делать, а? Я, наверное, тоже, времени нет у меня. На, держите. Передавай туда. Это что такое? Это Пандора же. Мы просто так сблизились с вами, ребята. Я думал, подарок какой-то сделать вам. Надевайте, надевайте, быстрее, быстрее. Куда надевайте, зачем это надо? Как куда надевать? Видно же, на руку надевали, на ногу надевай. Ё-моё, что за вопросы? Я просто сейчас уезжаю, а мне как-то контролировать вас надо. Если кто-то что-то куда, я так... Это же шокер. Вот эта вот фигня законна? Это из-за законного я ничего говорить не можешь, хорошо? Раз ты здесь то ли ты убираешь, значит, ты по закону что не двигаешься. Закон тут я, хорошо? А тут как в армии у вас, один накосячит всем. Понятно? Все. Давайте. Погнали. Право примите, остановите. Чего? Здрасте. Майор Искак, предъявите ваш документ, пожалуйста. А что, Торошина? Документы тоже предъявите. Выходи из машины! Выходи из машины! Выходи из машины! А, ну ее отследили. Батинова Деяна Маратовна, вам предъявлено обвинение по ст. 273 УК Республики Казахстан. Да. Так отчем ты понимаешь? У всех гуляют нахрен нахрен нахрен, когда мой отец узнает, что я тут. Сижу с какими-то бомжами и преступниками. Но пока вас никто не ищет, мы этого не узнаем. У меня есть право на один звонок. Отдыхай, а? Ай! Ты кого бомжами назвала, а? Обидно поедине. Руки убрала! Матинова? Да. На выход. Я же говорила, тоть надолго. Пока-пока, неудачники. До свидания. Как это не можешь развести? Вот так вот не смогу развести. Ты понимаешь, что это статья? В смысле? Подумаешь, табаско в чай налила. Какой табаско? Казым, какой табаско? Ты понимаешь, что лжи-терроризм это уже уголовная ответственность? Вот до чего довели твои эти пранки-шманки выимать. Единственное, что я могу сделать, это договориться и смягчить этот приговор в суде. В суде? В суде. Так, что это он может ходить, а ему нет? Так у тебя датчик на ноге. Ты что, не поняла? Он же сказал, уйдешь всех, Шандар? Срать! Эти штуки стопудово не работают. Мы не в американском фильме. Счастливые оставаться, мои хорошие. До свидания. Пока-пока. Слушай, да ты охренела. Привет, Шан. Ну как ты? Как отработки? Весело? Адель, забери меня отсюда, пожалуйста, я больше не могу. Все, все, окей, окей. Ты что, а вдруг нас поймают? Все, если поймают? Тебя не волнует то, что я здесь сутками драю говно? Ну ты давай в душ сходи, а я потом подъеду уже к тебе. Да просто, Шан, сейчас никогда поханей без брата встречать. А водитель вам зачем? Позже напишу, ладно? Вот варь, блядь. Я не тебе, не тебе. Блядь. Стоять! Стоять! Интересно, как там Диандр? Что с ним будешь пройти? Стой! Это же общественная работа. Не переживайся так. Нормально все будет. Неплохой, неплохой сериал. Так, что у нас тут? Четыре косячника, которые нарушили закон. Это Диана, жестче всех. Классное начало. Слоу-мо. Этот, как красный, синий цвета меняются. Ну, тут только синий. Ну, вы поняли. Вначале их реальный... А, все, я увидел настоящие. Я просто обращал внимание на имена персонажей. Вот. 240 часов тоже понятно, почему 240. отработочки. Капец, туалет в ужасном состоянии. Ну, вообще нереалистичный. Я вот к чему хочу сказать. Слишком жестко. такого быть не может. Поэтому вот единственный момент, который не понравился касаемо туалета. Вот. решили объяснить, почему их задержали этим... Как его? Типа воспоминаниями. То есть, ну, типа, а-ля. Воспоминаниями типа, три дня назад, два дня назад и так далее. Девчонка Диана, красивая девочка вообще. Она типа не приняла новую маму и захотела ее убить. ну, это жесть вообще. Это прям вообще перебор. Очень жестко. Вот. Так, что, где-то, короче, мне не понравился. Вот, вот этот чувак, мент, не помню, как его зовут, но он вообще хорош. Прям круто. Мне нравится, как он играет. И картинка тоже классная в этом сериале. Так, ладно, туалет, я уже все, в принципе, сказал. и как я понял, каждую серию нам будут вот как раз таки о каждом говорить, как он косячил и так далее. То есть, в следующей серии нам кого-то другого покажут, там, типа, как кто-то там что-то всламывал и так далее. Ну, я так понял. Скорее всего, так будет. Но это получается четыре человека, а дальше-то что? Дальше интересно. Куда они пойдут дальше? Ну, и, собственно, каждую серию они, видимо, будут отрабатывать. Вот у девочки не понравилось, когда она сказала, да пошли вы. Не хватило немного агрессии. Почему, она сдохла вчера? Пошли вы! Пошли вы! Пошли вы! Вот. Засранная кабина, это вообще жесть. Так, как они друг о друге сказали, кто в чем провинился, тоже прикольно. И прикольно было, когда они выскакивали, типа, отвечали. Этот момент с терактом, типа, тоже как будто бы не добили концовку вот именно этой сцены теракта. Они там просто убежали, но так тихо. Ну, можно было подумать еще, как можно добить это все. Это не придирка, ничего, ну, просто я вот вижу, ну, смотрю, и мне не хватило именно этого. Так, ну и все, ее повязали, понятно. Ладно, хоть и смягчили еще до часов отработки, ну, это жесть, потому что тоже. мне кажется, конечно, убийство женщины, попытка убийства это еще жестче. Вот. И, блин, как удачно совпало то, что она попалась менту под конец. Я думаю, он реально свалил куда-то, а он сидит там спокойно, болтает по телефону. Короче, в общем и целом неплохо. Мне понравилась первая серия, посмотрим, что будет дальше. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, всем пока. Check it out!